Ребята, всем привет! Сегодня 5 июля. Я до сих пор не рожаю. Какого-то хрена! Но это очень смешно. Очень смешно, потому что могла бы ходить-ходить, вообще мозга не делать, но это ожидание, оно просто реально суть с ума. Сегодня 39 недель, 3 дня, и до ПДР осталось 4 дня. То есть, по сути, я за эти 4 дня должна родить. Конечно, я могу ходить до 42-й, но я пипец как не хочу. Для меня это прям, ну, вообще страх. Я боюсь перехаживать, боюсь всяких зеленых вод и так далее. То есть, мне, ну, я не знаю, что мне не страшно, если у меня вот прям сейчас вода-то идут, я не знаю, начнутся сильные схватки. Ну, грубо говоря, но вот перехаживать страшно. Короче, мы сейчас поем к врачу, я не знаю, что она скажет, но я решила вам показать живот. Вот, я вообще не знаю, что это за блог. Это, типа, блог перед родами, либо перед родами у меня еще куча блогов выйдет до блога про роды, что-то такое. Либо это вообще блог с родов, и я еду рожать, об этом еще не знаю. Показываю свой живот на вот таком сроке, который сказала вам. Вот такой вот животик на фоне Вивочка смешной, только лапками своими делает. Короче, он сейчас выглядит прям очень большим, потому что он опустился. Видите, как опустился? То есть, вот у меня так вот бы стояло под грудью, а вот я еще могу. Ну, не, не сказать, что прям уж лежит, я не знаю, типа, степени. Прибавка в весе? Да хера! Вообще, даже не хочу это самое, но взвешусь. 76,7. Видите, какие у меня ноги? Один только начался. Они у меня уже отекшие. Появились ли у меня растяжки? Только вот это, я не знаю, что, если честно. Ну, наверное, это растяжки и есть. Просто они такие странные, знаете, каждый раз я на них смотрю, они как будто бы этот... Как будто остался след от какой-то там резинки на штанах. Но, походу, это растяжки. Видите? Ну, я не думаю, что это вены, типа. Ой, капец. Блин, я очень сильно отекаю. Мне так интересно, сколько с меня вот этого, типа, воды сойдет. Вы мои ноги еще не видели, когда вечером и все там просто охренеть можно. Шрек отдыхает. Так, ну что ж, я уже не знаю, что носить. Такая футболочка довольно-таки плотная. Не знаю, зря, может, я ее надела. Ну, это же как-то это... В разных луках надо же появляться, а то люди думают, что я хожу вниз стены. Что рассказывать? Мы приедем, будет УЗИ. Будут смотреть, сколько весит наша малышка. Ну, предполагать, вычислять. Я не знаю, как это делать. Я думаю, будет в первый раз. Ну, понятно, это, наверное, просто типа УЗИ, на котором что-то там посмотрят, подумают, покумикуют, прикинут. Я ужасно сплю. Последние, я не знаю, сколько, ну, два дня прям очень плохо сплю. Долго не могу уснуть. Поздно, в принципе, ложусь. Просыпаюсь, мне жарко, то в туалет, то просто, я не знаю, что. Ну, короче, я уже так заколебалась, хотя, по сути, не так уж и долго. Я страдаю от каких-то там, типа, не высыпаюсь, что-то там мне неудобно. Ну, просто уже реально такое, знаете, состояние типа, ну, когда уже, ну, когда? Врач должна посмотреть меня на кресле. Еще в прошлый раз, по сути, могли бы посмотреть. У меня было почти 38 недель, но как бы было рановато, зачем туда лишний раз залезать. Я, короче, в интернете начиталась и неоднократно слышала, что после таких приемов у врача, когда аккуратно смотрят, есть ли раскрытие, как там ущейки, дела. Короче, после таких штук что-то вдруг, ой, и типа рожать начинаешь. Ну, конечно, может, не сразу, но типа на следующий день, например. Ну, в общем, не знаю. Ну, конечно, есть еще время до ПДР. У меня такая, знаете, внутри какая-то дурацкая надежда, что я сейчас приеду. Она скажет, ой, да ты вовсю рожаешь, у тебя уже там, не знаю, 3 сантиметра. Ну, нет, конечно, не вовсю рожаешь, но просто 3 сантиметра уже это раскрытие. Типа, давай, вставайся-ка, блин, завтра-послезавтра рожать будешь. Ну, что-нибудь такое. Вот как будто я хочу так, с другой стороны, не хочу я лежать в больнице заранее, а с другой стороны, уже так хочется рожать. Но дома все равно лучше. Лучше дома посидеть и из дома поехать. Это 100%. Все вещи у меня собраны. Не знаю, что у меня не собрано, все наготове. Голову я мыла, но она меня постоянно бесит и постоянно выглядит грязно. Особенно после того, как я выпрямлю волосы, вообще злюсь, терпеть не могу. Поэтому, если я сегодня буду рожать, то буду рожать не с самой чистой головой, по крайней мере, по виду. Но я не думаю, что я буду рожать. Так вот, я уверена, что врач скажет, типа, еще ходи, никаких рожать сейчас. Но внутри меня есть такое, типа, чуть-чуть. А вдруг все-таки он скажет, давай. Мне реально стало сложнее ходить, потому что живот опустился, ребенок давит вниз. Как я это ощущаю? Ощущаю как-то именно вот это вот давление вниз, что ребенок низко. Ну, не сказать, что сильное давление, я не знаю, как это описать. Так, чтобы это было правильно и понятно тем, кто, например, ни разу еще не был беременный, либо на таком позднем сроке, чтобы уже, знаете, типа, а, да-да, знаю, у меня теща такое было. В общем, есть ощущение присутствия ребенка довольно-таки низко. Вот, это никак не мешает, ну, не сказать, что там не больно, ну, бывает немножко неприятно, потому что все-таки, ну, какие-то, типа, движения там, в любом случае привычно же без каких-то движений там. Еще я заметила такую интересность. Я предположила, у меня, наверное, там кости таза расширяются, не знаю, может, даже этот, господи, ткани вот эти все расширяются, размягчаются, короче, готовятся прям к родам, потому что иногда, не то, что мне там, типа, больно, но я чувствую давление туда такое, что, короче, типа, что-то изменилось. То есть именно в тазу, в этой части, откуда должен родиться ребенок, там что-то изменилось. Что-то изменилось в том плане, что я чувствую именно, ну, вот, типа, как я объясняю, что-то как будто таз расширился, то есть есть некое такое, и это как бы, ну, не то, что не больно, вот самое неприятное, это утром, когда я встаю, типа, я лежала, я встаю, и я чувствую, знаете, как будто я мышцы потянула, вот там. Я потянула мышцы, я такая думаю, типа, да блин, зачем я ходила на физкультуру, ну, короче, какая-то вот такая вот фигня интересная, и это где-то два дня у меня только. Вот, тренировочные схватки у меня через день уже, как этот самый, они у меня каждый день в принципе, но вот такие тренировочные, когда я засекаю, меряю КТГ, я думаю, мы, наверное, за нее рожать пойдем. Такие у меня уже через день, я уже заколебалась через день рожать. Еще я думаю из предвестников, что пробка у меня отошла, но она не сразу отошла, а я просто так вот делаю вывод, что она просто отходит постепенно. В течение, наверное, не знаю, сколько уже, недели точно отходит. Ну, короче, не знаю, сейчас еще врачу тоже расскажу. То, что организм чистится, часто хожу в туалет, отеки довольно-таки сильные, ну, как сказать, типа, сильные, просто тоже видно, что отеки стали более охреневщими, как объяснить, более какими-то наглыми. Типа, не дают мне как-то прийти в себя, сразу с утра уже отекшие какие-то, с чего бы это, мы же лежали. Ну, короче, не знаю, в общем, если говорить про всякие предвестники, где все уже было. Короче, это я к чему, что изо всех вот этих предвестников, я думаю, что вдруг, может, у меня там уже какое-то раскрытие есть. Просто я же не ощущаю это вот так, я не знаю вообще, кто-нибудь это ощущает. Потому что есть истории, когда люди приезжают в роддом, блин, у них там 5-6-7 сантиметров раскрытия вот это. Открытие, открытие, я сделала открытие. Короче, вот это раскрытие приезжают и нихрена не чувствуют. Ну, типа, у меня мама такая. Ну, не то, что она прям такая по жизни, но просто с третьим ребенком, с моим братом Сашей, у нее были тренировочные схватки, как у меня там, за сколько-то чего-то там. А потом ей позвонили, сказали, типа, Лена, и женская консультация, типа, Лена, ты че? Ты все еще не в роддоме? Она такая, все-все, сейчас еду, еду. Вот, и в итоге она приехала, кто звонит? А, что еще из предвестников? Девочки, такие активные. Короче, это просто вообще трэш. Ну, в общем, я вам рассказывала, что у меня есть молозива, все, типа, классно, клево, типа, как надо, молочные протоки, зелези. Тут все классно работает, но вот последние, ну, тоже 4-5 дней, наверное, даже побольше, ну, последние, короче, дни прям трэш, просто трэш. Я иногда думаю, господи, вот был бы сейчас ребенок, сейчас бы наелся прям. Ну, это вообще реально сумасхождение какое-то. Причем груди реагируют на шевеление малыша в животе, представляете? Для меня это просто, типа, нет, не то чтобы я такая, о, ничего себе. Я знаю, что очень часто бывает, что у кормящей женщины начинает молоко литься, там, когда она слышит, что ребеночек плачет. Ну, то есть, видимо, сигнал в мозг какой-то поступает, все, надо малыша накормить, и все. Я думаю, что, ну, как бы в моем случае, да, сейчас такая же история, что я чувствую шевеление ребенка, ну, особенно активное, когда шевеление, а ребенок, сами представляете, не маленький уже. По сути, все, малыш наш готов, он уже созрел, как ягодка. Поэтому я с ума схожу уже, хочу, ну, чтобы скорее она вылезала. Она все не вылезает, не вылезает. Хитрюк такая, не знаю, чего она ждет. Каких уже только, типа, предвестников у меня не было. Что только не было, чтобы подумать, ааа, мы готовы. Все это, но мы не рожаем. С другой стороны, до ПДР еще 4 дня, ну, типа, что, вообще, спокойно, надо сидеть, ждать. Вот после ПДР, после 9-го, можно было бы начинать вот это вот все, ну, типа, что же я не рожаю. Я, конечно, заранее уже это все начала, потому что у меня уже охота. Что, что, у меня все собрано. Последние штрихи, я хочу просто, я понимаю, что это глупо, и 100% нам не пригодится, и мы сегодня вернемся домой. Но я все равно должна подготовить все. И мало ли вдруг скажут, типа, оставайтесь. Я же не знаю, как там дела. Может, реально я рожаю. Ну, вряд ли, конечно, нет. Но вдруг, я не знаю, я уверена, что почти каждая беременная, ну, многие, по крайней мере, мне кажется, с такими же мыслями едут на такой, типа, знаете, в духе, может быть, последний прием у врача перед родами. И думаю, типа, вдруг там что-то выяснилось такое. Типа, ты уже рожаешь. Я еще вчера помыла полы, сделала три или четыре стирки. Лучше, если скажут, что я рожаю, надену их уже на роды. И они будут чистенькие, потому что сейчас жараю, вы представляете, как, блин, потеешь. Дай за два раунда. Покажу вам, что у нас готово, что не готово. Вот это все мы с собой берем. И вот этот аппарат тоже. Это как раз-таки КТГ, который я замеряю. Ну, сейчас я аккуратно сюда положу, в эту сумку, и оставим в машине. Беру с собой, потому что я должна его вернуть. Ну, когда там типа рожать буду уже, потом он мне не понадобится. Ну, здесь у меня застелено пледиками, чтобы не пылилось ничего. Вот, все ждет малыша нашего любименького. Тут все ждет малыша. Там еще один малыш любименький. Тут тоже все ждет малыша. Еще вчера мы были со Славой в храме Матроны Московской. Вот, дали такие розочки. Потом розочка, вот такой вот цветочек. Я абсолютно не волнуюсь, потому что я уверена, что мы сегодня вернемся домой. И мне скажут, что тебе еще ходить как минимум до 10-го числа. Ну, типа ждем ПДР. 10-го не рожаешь, то не знаю, что смотрим дальше. Тут у нас тоже все готовенькое. Колясочка ждет малыша. На ней сидят вот такие зверьки. Ой, господи. Тут у меня то, что я вчера стирала. Ну, нет смысла. Это как бы сейчас снимать, раскладывать. Тем более, что, скорее всего, мы вернемся сегодня. А даже если нет, это вообще не первая необходимость. И еще я собрала сумку для Вивиены в случае, если мы уедем и останемся. Здесь корм, пеленки, ее сумка. И если мы будем рожать, то я позвоню маме, скажу, чтобы она приезжала с дачи за Вивиной. Скажу, что вот тут ее сумка. И на кровати взять фламинго. Вот. Ну, мама и так знает, что без фламинго Вива никуда. Это самый любимый игрушка. Пока здесь обычно ночуют, ну, не ночуют, а где-то день проходит с подушками в этой кроватке. Ну, что ж, мы едем, нам ехать 34 минуты. Что хочу сказать, что когда выезжаешь в хорошее время, в правильное, вот мы на час каждый раз записываемся на прием, УЗИ, МУЗИ. И если мы выходим в 11.30, то мы приезжаем на полчаса раньше. Вот. Но если мы выйдем, типа, попозже, то мы как раз и будем в этих пробках всех стоять. Ты готов, если сегодня, сейчас врач скажет, типа, то, что все, остаемся. И, возможно, завтра, типа, ты родишь. Да, я готов. Да? Не, Карнат, я не готова, скажи честно. Почему? Я уже готов. Я все взял, все, что мне нужно с собой. Вчера мы со Славой были в Смейл Студио и делали гигиеническую чистку зубов. Вот. Это нужно делать. Я часто об этом рассказываю, потому что это действительно очень полезная процедура. По себе знаю. У меня у самой там бывают камни на зубах, конечно же, как у всех, налеты и так далее. Вот. И это нужно делать как раз для того, чтобы убирать вот эти все камни ультразвуком. Их выбивают специально. Это абсолютно не болезненная процедура. Она занимает минут 15 максимум. То есть, ну, вообще не надо ее бояться. Убирают камни зубов. И всякие налеты и так далее чистят, полируют. Ну, короче, красотищу. Бактерии уходят. Зубкам лучше. Деснам лучше. Ну, в общем, реально, прям вот если хотите следить за собой. Да, если говорить про то, что вот я слежу за собой, за своим здоровьем. Не забывайте делать эту процедуру. Раз в полгода. Ну, это вот прям хорошо. Это тем, у кого не виниры, например. С винирами это нужно делать чаще, потому что с винирами, ну, больше риск того, что будет где-то что-то, может быть, забиваться, еще что-то. Хотя, честно, ну, вообще у меня такого нет. У меня все норм. С винирами уже какой? Пятый год идет. Короче, все равно сделали. Также, что хотелось бы отметить, я уже делала в беременность чистку на, по-моему, шестом месяце беременности. Или седьмом. Я делала чистку. У меня в какой-то момент были, ну, не то, что проблемы с деснами, но немножко так, короче, был дискомфорт. Чуть-чуть кровоточили десна. Ну, не все, но это как бы нормальная история. У беременных такое часто бывает. Ну, если у вас этого нет, то хорошо. Ну, как бы это, типа, в духе нормальное такое явление, знаете. Вот, и что, что, у меня вот такая вот ерунда была с деснами. И я пошла на чистку, уже можно было, все, все разрешено. Ничего не страшно, не это самое. И, собственно говоря, почистили, потому что лучше все-таки почистить. Зубки, даже беременность, это не страшно. Никаких анестезий и уколов ничего не делают. Единственное, что вчера мы чистили зубы мне без ультразвука. Потому что, во-первых, срок большой, и у меня зубы чистые. Никаких там камней нет. Ну, какой-то там, может, где-то что-то налет-то был, понятно, мне там почистили. Но вот прям камней, камней, чтобы использовать ультразвук вот этот вот, не стали. Потому что, ну, там в целом все хорошо. Вот, так что почистили зубки. Почему хорошо это сделать перед рождением малыша? Потому что у нас в Артулу самое большое скопление микробов, бактерий всяких. И вот, кстати, знаешь, вчера увидела такой комментарий, я просто в Телеграм записывала тоже, что поедем чистить зубки, это важно, ля-ля-ля, бактерии, микробы, ребенка целовать будем. И мы же вчера ходили в храм Матроны Московской, и кто-то написал, типа, ну, да, как бы зубы почистить надо, чтобы бактерии и так далее, но при этом прийти там в духе в церковь, поцеловать картину, которую до этого тысяча людей непонятно каких-то целовали, это типа норма. Как будто туда деснами, что ли, к этой картине прислоняешься. Ну да. Тем более я это, я не целую картины лично. Я просто лбом прикасаюсь. Я тоже в основном лбом прикасаюсь. Тем более мы сначала пошли поцеловали картину, а потом поехали почистили. Кстати, офигенно, да. Ты же реально не прикопаешься, потому что мы вчера со Славой приехали вот как раз в храм к Матроне, и я знаю, там сейчас будут комментарии, как ты можешь верить в Бога, там, типа, в святых, в астрологию. В 2023, в 2023 году. Не, ну понятно, ну типа, блин, о таких вещах не спорят. Хочу, верю, это же вообще мое дело, да, у вас это как касается. Я могу верить, блин, хоть вы на пришеленцев, вам какая разница. Вот. У Катя Лель верит, и что? Я думаю, она очень счастливый человек. Я думаю, что неважно, кто во что верит. Главное, чтобы все были людьми. Да. И чуть-чуть и на пришеленцев, возможно. Если они реально существуют. И может кто-то и на пришеленцев. Ну блин, я уверена, что они существуют. Не, ну типа, их можно назвать пришельцами, но по сути, они могут выглядеть, как мы, например. Сто процентов существуют. Блин, мне даже вот, ну типа, я даже не буду ни с кем спорить по этому поводу, потому что я вообще не уверен, что... Я сам пришелец. Не, типа, я их не видел. Ну понятно. Никто там их прям вот так вживую не видел, но если ты включишь мозг свой и поймешь, что вселенная невероятно бесконечна, и если есть ты, то почему не может быть пришельца абсолютно, ну типа... То, что там Катя Лель говорит про пришельцев, это вопрос, конечно, уже ее психологического состояния, наверное. Потому что она прям говорит, что они там приезжали, они там ей зубы чинили, что-то там. Ну, я в это не очень верю, но сам факт того, что они существуют, скорее всего, да. Не знаю, а вот мне кажется, она правду говорит. Да нет, на самом деле, конечно, я не заморачиваюсь об этом просто, но я и не считаю ее там какой-то, знаете, типа, то, что они все, вообще... Я так не думаю, ну, конечно, это странно с одной стороны, но я над этим как бы не смеюсь в целом. Ну, рассказывает и рассказывает человек, ну, мало ли, откуда мне знать, ну, типа, что, знаете... Тут уж, конечно, не скажешь, доверяй, но проверяй. Ой, да и пофиг. Что я хотела сказать? Да, почистили мы зубки. Так что я сейчас даже не знаю, какие еще вообще дела планировать, что вообще мы еще не сделали. Это жутко-жутко напрягает, потому что каждый день думаешь, а вдруг... Ну, типа, ты же не знаешь, когда ты рожать начнешь. А я человек ответственный, я не хочу планировать какие-то дела, договариваться о каких-то встречах, знаете, что-то бронировать, чтобы потом, хоп, типа, ой, извините, я сегодня не приду, потому что мы едем в роддом, потому что я буду рожать. Вот, так что извините. Мне не хочется никому рассказывать о том, что я еду в роддом рожать, поэтому давайте отменим съемку, например, или встречу перенесем. У меня вообще не в кайф, поэтому я не хочу ничего планировать. Вот даже в Смайл-студию то, что мы вчера записались на чистку... Это чудо, что я там не родила, реально. Ну, нет, понятно, что я как бы и не чувствовала, что должна родить там на стоматологическом кресле, но все равно просто вот это вот состояние немножко пугает. Еще что, я сделала себе педикюр, маникюр, ну просто, я не знаю, ну вот реально. Мне уже делать нечего, ресницы сделала, коррекцию сходила, маникюр сделала френч, как и хотела рожать с френчем. Педикюр даже сделала, хотя не планировала. Я приехала в Смайл-студию на маникюр, мастер делает мне, и я понимаю, что, ну, мы довольно-таки быстро делаем, потому что у меня маникюр еще был, ну, с прошлого раза нетухлый, типа, свеженький. И там особо, там, кутикулы много убирать не надо, ну, то есть обрабатывать много не надо было. Понятно, все сделали, все как надо, вот, красивенько, классненько. Ну, понятно, я просто подумала, что, ну, как бы, будет не так долго, как могло бы быть. Хотя мы рисовали френч, и это, конечно, всегда занимает там дополнительные, например, полчаса, 20 минут. Короче, спросила у мастера, думаю, что-то мне в голову пришло, есть ли окошко после вот нашего маникюра на педикюр. Она сказала, да. Так что мы даже педикюр сделали. И, понимаете, я настолько просто готова, что я просто тупо даже не знаю, что с собой сделать. Единственное, что я хочу сделать, это подстричь волосы. Но пока я не рожу, я этого делать не буду. Потому что есть какая-то там, блин, дурацкая примета, которая на самом деле даже не говорит о том, что если ты подстрижешь волосы в беременность, будет что-то нехорошее. Прикол этой приметы, я так по памяти, заключается в том, что, типа, не стригли раньше волосы, потому что, когда рождается ребенок, ты его этими волосами как бы укрываешь. Ну, типа, вообще чушь полнейшая. Я же не волоса, а какая-то обезьяна, чтобы укрывать ребенка волосами. У нас пледы есть, одеяло, подушки, распашонки, пеленки. Ну, короче. Но, вот, типа, есть какая-то там примета, не стричь волосы. И я, блин, сижу как дурак и не стригу. Причем есть еще куча, просто куча других каких-то примет, на которые я вообще забиваю. Мне вообще на них пофиг. Ну, типа, перейдет черный кот дорогу, вообще пофиг мне на него. Просто кот. Я тогда думаю, может, у него белое пятнышко на животе откуда я знаю. Ну, короче, мне реально пофиг. А вот на какие-то другие приметы не пофиг. Как я вам и сказала дома, я, конечно, блин, хочу уже рожать. Уже хочу, чтобы врач сказал, а стои омся, все, завтра будем рожать, например. Сегодня вернемся домой. И сейчас буду сидеть и думать, что же мне делать завтра, послезавтра. Кайфуй. Да че кайфуй. Живи. И причем самое, даже не то, чтобы, типа, тупое, ну, какое-то неподходящее слово. Самое вот дурацкое в этой ситуации, что я каждый раз себе говорю, типа, не торопи время. Не торопи, насладись еще вот этими последними, возможно, там, деньками, не знаю, деньочками. Когда ты беременная, когда вы еще вдвоем с мужем, еще не родился малыш. Ну, типа, вот насладись вот этими последними деньками, когда вот вас, грубо говоря, двое. Ну, нас трое с Вивочкой есть, но в целом, как бы, да, двое, можно так сказать. У нас четверо еще таракан прихожие. Таракан прихожие? Да он давно ушел. Я же понимаю прекрасно, что когда родится ребенок, все, уже никогда, никогда ты не вернешься в то время, когда он еще не родился. Ну, так же, как и когда ты заводишь животное, собачку. Ну, то есть ты же, ну, это только если отдать, но это для меня вообще взрыв мозга. И я постоянно себе об этом напоминаю, типа, не торопись события, побудь еще в этом моменте, побудь, побудь, не беги. Этот момент наступит, да, бессонные ночи, они придут совсем скоро. Там, не знаю, все это начнется, рожать ты начнешь, все это будет, это неизбежно, у тебя вариантов других нет. Еще никто беременных не оставался, но я все равно не могу. И внутри себя, как бы не старалась не торопить события, постоянно, постоянно об этом думаю. Вдруг сегодня. Так что вот так. Но при этом, кстати, засыпаю я абсолютно спокойно. Ну, как сказать, я плохо засыпаю, плохо сплю, просто потому что плохо сплю. Но я когда засыпаю, я не думаю о том, что, а вдруг я сейчас проснусь среди ночи, и мы поедем рожать. Вообще об этом не думаю. С днём и тут. Интересно, кстати, будут мне сегодня КТГ записывать или, в принципе, на УЗИ они могут это посмотреть. Любовый днём. Ой, господи, боже мой. Ой, я не знаю, типа, с одной стороны у меня есть, знаете, волнение. Как сказать, какое волнение? Короче, внутри такое, знаете, волнение. А вдруг реально скажут, что мы рожаем, ну, что, типа, можно рожать. Но я уверена, конечно, на 100%, что ничего такого вообще сегодня даже не это, ни намёков. Так, ребят, ну что ж, мы были на УЗИ, на приёме у врача. И, как вы видите, мы не рожаем, мы едем домой. Ну, блин, велика вероятность того, что сегодня ночью, либо завтра мы уедем рожать. Короче, рассказываю, что произошло. Пришла сначала я на УЗИ, легла, чтобы посмотреть, сколько ребёнок весит, ну, приблизительно. Я знаю, что там может отличаться 500 грамм, но мне кажется, это дохера вообще. 500 грамм, мне кажется, играют огромную роль. Ну, типа, если представить, что ребёнок 4 килограмма, а рождается 4 500, ну, мне кажется, это просто огроменная роль. Нежели, когда ребёнок 3 килограмма, а рождается, например, 3 500. Ну, я уверена, что таких больших, скажем так, ошибок, ну, совершать нельзя. Ну, типа, по расчётам вот этих. Короче, у нас в семье некоторые считают, считали, что у нас крупная девочка сидит. Я тоже не думала, что там какой-то вообще, типа, 2 700. Нет, я так не думала. Я была уверена, что не меньше 3 500. Слава тоже так думал. Ну, сегодня нам сказали 3 700, 3 700, и это шок. Конечно, типа, 200 грамм, скажете, ну, не такая большая разница. Это на самом деле вообще нифига себе. Ну, типа, это реально вообще немаленький пупсик, учитывая, что у меня даже ещё не полных 40 недель. То есть 39 недель и 4 дня. То есть можно сказать, что у нас крупная малышка. Во-первых, уже второй раз говорят, что она длиннонобая у нас. И, ну, вот, врач моя, Татьяна Олеговна, она мне ещё в прошлые разы говорила, что 4 500 не будет. Вот. Но и типа малышкой тоже не будет. Потом был осмотр на кресле. Это то, чего... Не то, что боятся, но типа говорят, ой, это так неприятно, больно. Ну, да, конечно, это не очень приятно, когда тебе туда что-то проверяют. Вот. Но я знаю, что после таких осмотров обычно рожать потом приходит в течение парочки дней. Либо, может быть, даже чуть ли не сразу. Врач посмотрела, потом пощупала, что надо. Сказала, что шейка зрелая, что вообще всё на мази, всё готово, можно рожать. Сказала, что вот этих никаких пока открытий, там, раскрытий нет. В общем, что сказала врач? Она сказала, что её смущает, что у меня тренировочные схватки, которые начинаются так. Я ей когда присылала КТГ, вот она мне сейчас сказала, что когда я увидела твой КТГ, я думала, мы рожаем. Я говорю, я тоже. Ну, типа, реально. А в итоге потом всё затихло. Она говорит, что это не очень хорошо. Вроде рожаем, а потом не рожаем. И что это не очень хорошо, потому что мы либо рожаем, либо мы как бы не рожаем. Ну, то есть... А так получается, что чуть-чуть вот как бы вроде и да, а вроде и нет. И это и малыши не любят, и, ну, организму, наверное, тоже нехорошо, потому что он вроде разгоняется, а потом всё, хоп, и выключается. Ну, короче, не делай это, не делай. Врач сказала, что у меня есть два дня. Она опять сказала, просто активный, активный занятие любовью. Активный, позитивный. Сказала, что я тебя отпускаю до 7-го числа. Я записана с 7-го числа в 14.00. И если я до этого момента не рожу, то я приезжаю, мы ещё раз смотрим и принимаем какое-то решение, почему. Сильно много ходить мне нельзя. Ребёнок крупный. Я просто потом его могу сама не родить. И это ещё к тому, что 100% гарантии нет, сколько весит. То есть она может весить, там у них плюс-минус 150 грамм, то есть она может быть даже больше. Там от какого-то количества грамм килограмм вообще не дают рожать, самостоятельно режут. Ну то есть этого бы тоже не хотелось, ну кесарево всякое и так далее. Если всё так, ну в целом благоприятно. Ну короче, есть вероятность, что либо я даже не дохожу до 7-го числа, либо 7-го числа немножко помогут ускорить процесс. Так называемый мистер стимулятия. Я бы не очень хотела, конечно, чтобы стимулировали. Но если выбирать, типа ходить дальше и ждать у моря погоды, когда ребёнок будет такой большой, что я не смогу его родить сама. И, например, буду делать кесарево. Либо какие-то там, ну не дай бог, осложнения, не осложнения. Либо приехать с учётом того, что у меня уже всё готово. И, например, чтобы помочь малышке, как бы самой, ну чтобы процесс запустился. Короче, я не знаю. Это всё очень такое, такая тема, знаете, прям. С одной стороны, хочется, чтобы всё само, естественно, началось. Не хочется никаких вмешательств и так далее. С другой стороны, я понимаю, что, ну, мне не хочется, знаете, непонятно чего ждать, когда в итоге скажут, что всё, типа поздняк метаться, просто, ну, кесарево и всё. Ну, короче, не знаю. В общем, в любом случае, как должно быть, там уже всё сверху решили давно за нас, как что будет. Что ещё по УЗИ интересного сказали, что ребёнок очень низко? Ну, я это и так ощущаю. Сказали, что длинные ноги у нашей девицы. Это ещё не всё. Сказали, что волосы длинные. Ну, типа, прям показали по УЗИ, что волосики лежат. Представляете? С ума сойти. Короче, я в шоке. Но, честно, я так и думала, что у нас девчонка должна с волосиками родиться. Некоторые детишки лысенькие рождаются. Ну, либо чуть-чуть волосиков. Мне прям показали по УЗИ, что там прям, типа, вообще... Ну, а с чего бы ей быть, типа, знаете, с какими-то жидкими волосиками? У мамы-то её, какие густые волосы, конечно. Ну, интересно, конечно. Блин, я всё равно думала, что уже есть какие-то раскрытия, нераскрытия, а их нет. Типа, один палец, что-то такое. Ну, короче, фигня, нет никаких там раскрытий. В общем, мы сейчас едем в Атриум, чтобы покушать вкусно без строганов, ну, как бы, отобедать. Приедем домой, заберём нашу собачку Вилочку и предлагаю пойти прогуляться в парк. Потому что это как раз-таки те вещи, которые нужно делать, когда тебе врач говорит, давай, помогай своему ребёнку. Я точно знаю, что наша малышка уже хочет вылезать. Потому что она прям, ей пипец как тесно. Ну, просто уже всё, она уже, ну, я уже не могу, реально. Вот, эту информацию не стала рассказывать в кружочке в Телеграм. И сколько весит наша малышка. Ребят, мы пришли в ресторан, кушаем. У меня меня строгано, как обычно, с огурчиками. Ну, я всё перемешала, правда, поэтому такая каша. Говорю, Славя, сейчас покушаем и поедем рожать. Ну, на самом деле, просто немножко кто-то смыркает, да? Там что-то выдавливает, сок, может, не знаю, как будто-то смыркает. Короче, у меня сейчас тоже есть схватки, но нерегулярные. И пару раз было прям, ну, неприятно. Тебе, знаете, живот тянуло. Именно, короче, странное такое чувство. Короче, живот тянуло пару раз. Прям неприятно. Всё-таки это не блог с родов. Это блог, я думаю, типа, из-за или нет. Или за два дня. Ну, короче, наверное, уже последний. В общем, начнём с того, что, кажется, я рожаю. Сейчас 23.16. Сегодня 5-е число. И, кажется, я рожу 6-го, но это не точно. Дело всё в том, что уже более 3-х часов у меня идут схватки. Единственное, что, когда я лежу, они прям болезненные. Прям болезненные, как вот самые болезненные, месячные. Вот это вот всё. Когда я хожу, что-то делаю. Вообще, как будто не рожаю. Короче, пока лежу, порожаю. Когда я не лежу, не рожаю. Как мне понять. Короче, в чём суть? Осталось всего-то час подождать. И если схватки не прекратятся, то мы едем в роддом. Я как раз помыла голову. В общем, как всё началось. Мы после этого ресторана... Блин, порвалось, прикиньте. Я как очень переживаю. Надеюсь, что схватки продолжатся. И мы поедем сегодня рожать. Почему я из-за этого переживаю? Потому что врач сказала, что нехорошо, что схватки идут. Я не рожаю. И для ребёнка это не очень. Вот так вот прилягу. Конечно, типа сутки подождать, и седьмого на седьмого родишь. Я. Вот. Но, честно, мне всё равно, когда какой это будет день, мне просто волнительно по поводу нашего малыша. Потому что мне не очень нравится то, что в момент схваток ребёнок тоже, ну, как бы страдает. Ещё просто садится в эмулятор. Пью на нас свой сок, кто сказал, что это помогает. Не могу начать краситься, потому что схватки нет. Переживаю, вдруг всё закончилось. И это опять, типа, какая-то ерунда. Короче, я поменяла аккумулятор, и где-то... Сколько минут полежала? Блин. Почти полчаса. Капец. Короче, осталось уже 40... 45 минут до момента, когда надо ехать... Рожать в роддом. В общем, в чём суть? Я когда сижу, хожу, я не чувствую схваток. Ну, их вообще просто ноль. Зиро. И я легла для того, чтобы удостовериться, что всё у нас, всё идёт по плану. Вот, я легла, и у меня было три болезненные схватки в динамике. Я подумала, что этого достаточно для того, чтобы всё-таки сесть и накраситься. Потому что... Ну, блин. Схватка такая, что мне прям подышать надо. Карина пишет, приветик. Думает, наверное, что я рожаю. Приветик. Надо ей написать, что я, типа, не рожаю. Да я и правда не рожаю. Короче, написала Карине, что... Типа, ну... Короче, отправили меня домой, она это всё видела. Она всё, я, как бы, не осталась. Она думает, что... Ну, она же не знает, что я сейчас рожаю. Ну, зачем мне это ей говорить? Она мне тоже не писала. Потому что я поехала рожать. У тебя, как была. Ну, типа, зачем на таком писать? Она охерела то, что... У нас ребёнок 3700. Мы сами охренели, если честно. Ну, сейчас схватки, типа, раз в 5 минут где-то. Они у меня были раз в 2,5-3 минуты. И очень... Ну, не то, что очень, но болезненные. Это вот пока лежало. А из-за того, что я сижу, они как будто реже... Ну, не такие болезненные. И это мне не очень по кайфу. Потому что, как я вам уже сказала, что я-то хочу за ними следить. Контролировать. Ещё жарко, просто трэш. Ой, девки, неужели я ещё не рожу? Честно, абсолютно не боюсь. Ну, знаю, что, конечно, волнение будет сумасшедшее. Когда поедем в роддом ещё, когда поедем туда. Вот. Ну, а сейчас пока сижу дома, крашусь. Ещё не верю в то, что реально это что, правда или нет. Ну, короче, знаете, всё равно нет ощущения. Переписываюсь с мамой. Она говорит, типа, ты точно рожаешь? Сто процентов ты рожаешь. Я говорю, я поверю в то, что я рожаю. Только когда мне ребёнка достанут, мне кажется, и то, даже тогда я буду говорить, а это точно не тренировочные. Ну, короче, потому что вот эти тренировочные, реально, наверное, я не буду брови красить. Сделаю том лица. В любом случае, буду подмазаться. И то, может, я вообще всё это смою. Я же не знаю, какой там у нас в итоге будет плак действий. Дышите, не дышите. Может, они меня вообще на ночь просто положат. И что дальше будет, не знаю. Мама завтра утром поедет в Москву. Ну, понятно, что сейчас мы посмотрим, что. Может, нас вообще развернут. Скажут, о, типа, вообще, нифига вы не рожаете. Езжайте, как договаривались, до седьмого. Вот. Ну, конечно, будет жёсткий оболон. Но мне кажется, вряд ли. Мне кажется, родят меня там. Ну, мне кажется, это логично. Учитывая все обстоятельства, опять тренировочные складки, которые не полезны для ребёнка. И у меня, знаете, какой страх. Ну, не то, что страх. Что вот эти вот треники, они просто в какой-то момент, ну, короче, надо, чтобы они переросли сто процентов в настоящие. Я просто не знаю, типа, всё равно, говорю, вроде как сейчас у меня уже такое активное, долго всё идёт. Хотя вот сейчас большие перерывы. И мне это не нравится. Хотя нет, всего две минуты в разной в предыдущей складке. Посмотрим. Главное, чтобы хотя бы каждые пять минут точно были. Говорю, малышки, давай. Мы рожаемся сегодня обязательно. Уже всё. Но маме такие ноги отёкся. Не надо уже вылезать. Конечно, дело не в маменых ногах. Ну, просто уже, что сидите? Вот. И знаете что? Лежала, сейчас думала, что же я не успела? Что-то мне надо вообще ещё сделать? Понимаю, что даже если надо, то мне неохота. Я бы хотела поменять постельное бельё, хотя недавно его меняли. Но это ерунда. Это вообще пофиг реально. Завтра у меня выйдет влог. Не знаю, правда, как мне это, если я завтра или ночью рожу. Как мне все эти контенты пилить? Ты голодный от помнений? Конечно. Дазор пробивает. Дазор? Ага. Не волнуйся. Что, всегда волнуешься? Да нет. Вот пока мы не приедем туда, пока меня не переоденут, не подключат ко мне дачи, не начнутся уходить. Да, все, это не волнение. Ну типа, мне вот пока вообще, я такая думаю, я всё ещё думаю, что ничего. Ну типа, мне кажется, даже мы туда приедем, нас опять развернут домой. Он говорит, не-не-не, типа, всё это не это. Ну да, в такое сложно, если честно, поверить. Если уж ты, когда ребёнка рожаешь, всё равно не веришь. Тут типа схватки какие-то. Так, схватка закончилась, пора ехать в роддом. Вот так у меня приложение говорит. Оно мне знает, сколько так говорило? Я ему тогда даже мое время думала, чушь какая-то. Короче, всё нормально, схватки идут, даже в сидячем положении, каждые 4-5 минут. Не болезненные, правда. Чем болезненнее, тем я больше такая, типа, да, это всё правда, это всё правда. Вот, что сегодня? Сегодня мы дали кучу дел. Мы даже сегодня успели встретиться с нашим строителем, точнее, с прорабом, наверное, правильно назвать. Встретились, обсудили ремонт. Такие, знаете, а чего? Так, что я ищу? Когда у меня в прошлый раз были тренировочные, я Славе тоже говорю, типа, блин, если это так вот выглядит начало родов, то реально можно за это время успеть помыться, накраситься, сходить в ресторан. У меня сегодня весь день схватки, после того, как мы сходили на приём. Ну, в смысле, они у меня и так периодически, да, то есть ничего нового, но после того, как мы сходили на приём, они стали у меня болезненнее. То есть я уверена, что там нормально посмотрели. Настя Фед, моя подруга, и она же будет фотографировать роды, она на связи, она в курсе всех обстоятельств, вот, она сейчас как раз домой едет, ну, сейчас уже поздно, блин, 25 минут осталось, капец. Врач тоже в курсе, но я думаю, что врач-то уж, наверное, дома, вот, что ей там делать, ждать меня, типа, мы приезжаем в 20-й подъезд нам надо в приёмное отделение, мы такие приезжаем, кажется, мы рожаем, что дальше? Наверное, меня смотрят на кресле, хотя я не думаю, типа, днём не было никакого раскрытия, да, ну, то есть, вообще, реально не факт, что сегодня, точнее, сегодня-то я точно рожать не буду, потому что до конца 4-го числа, ой, 5-го, осталось 15-го, 12 минут, я имею в виду, 6-го, не факт, что я буду 6-го рожать, то есть, может, они меня положат и там, не знаю, наблюдать как-то будут, я и хрен знаю, честно, но я думаю, что даже сутки, типа, в схватках, наверное, не полезно, ну, типа, без родов, потому что родовая деятельность, она просто, ну, в какой-то момент такая, да, это как-то это, о чем мы тут вообще, вот, так что не знаю, не знаю, и Настю не хочется напрягать, я говорю, блин, так неудобно перед тобой, потому что Настя, ну, подружка, я даже фотограф, понятное дело, тоже постоянно на очке, в состоянии вот этого ожидания, что вдруг сейчас, я говорю, так перед тобой неудобно, если честно, я говорю, ладно, мы со Славой, ну, не то, что на очке, но такие, типа, ждем, ну, потому что так-то понятно, что мы ждем своего ребенка, все, ясное дело, а ты, ну, типа, человек, у которого своя жизнь, свои дела, вот, она говорит, вообще не парься, я же знала, на что я иду, тем более, что, ну, как бы, каждый раз, когда она соглашается на съемку родов, она же прекрасно понимает, что она, ну, не выездная, не расслабишься, надо быть на связи обязательно, в любое время, вот, но, с одной стороны, хорошо, что мы сейчас с ней списались, и, возможно, сейчас все начнется, потому что, она не спит, но, с другой стороны, было бы лучше, конечно, если бы это началось где-то, типа, с утреца, и, как раз, как бы, в течение дня рожать, да, там, к вечеру, например, а так, получается, мы что, всю ночь, что, спать не будем, в общем, я не знаю, честно, как быть, я думаю, что мы приедем в роддом, нам дают роддом, и 20 минут всего ехать сейчас, единственный плюс, ночью начинать рожать, вот, всего 20 минут, и, посмотрим, что там скажут, и только после этого, я уже Насте что-то сообщу, потому что, нет смысла, конечно, человеку приезжать, ну, просто так, ну, типа, чего она приедет, и будет всю ночь с нами сидеть, и тем более, непонятно вообще, что там, как там, ну, я думаю, что сначала мы узнаем подробности, вот, ну, и, как бы, главное, не просвать на меня, блин, вдруг я быстро рожу, у меня, например, мама, после того, как ей прокололи пузырь, родила меня, через 2 часа, вот, прикиньте, типа, мы такие приезжаем, у меня схватки активные, позитивные, у меня прям, как бы, пузырь, я через 2 часа рожаю, ну, типа, очень быстро, утром можно проснуться, выставить фоточку, типа, ребята, я родила, ну, это такое, вы пока спали, я родила, на самом деле, это самый лучший вариант, потому что, таким образом, я хотя бы могу скрыть то, что, типа, я не в онлайне, или там, не знаю, даже если я выйду днем, часа в 3, в 4, все равно, еще не будет такого, знаете, уверенности на 100% рожаю или нет, хотя, мои подписчики начинают меня подозревать в родах, даже если я вот вечером, ночью не выхожу, кстати, мы все вещи практически оставили в машине, взяли только маленькую сумку, и аппарат КТГ, ну, потому что я знала, что если вдруг я начну сегодня рожать, мне понадобится маленькая сумка, в которой у меня косметика, например, так, схватка, ты где вообще? О, я аж 8 минут, почти 9 не было, ну, сейчас, сейчас чувствую, больно, боль как при месячной, девчонки, ну, вот сейчас, я думаю, что это до какого-то определенного момента, конечно, потом-то начинается боль, как будто тебя, наверное, режут, я не знаю, ну, короче, сейчас боль как при месячных, болезненных, вот, но она, типа, ну, ты как бы понимаешь, что она сейчас пройдет, и типа, она тебя недолго мучает, потом ты отдыхаешь, и быстро забываешь эту боль, ну, короче, вообще, норм, блин, так интересно вообще рожать, честно, ну, никогда не рожала, поэтому, интересно и любопытно, боли не боюсь, как сказала, просто вот само волнение от встречи, оно, конечно, просто вымораживает, кстати, весь немножко сбросился у меня, сейчас скажу, ой, что это, подумала, что у меня схватка идет, случайно нажала, что схватка идет, короче, у меня было 77,2, это 23,5 прибавка, сегодня вечером я взвесилась, вечером, после еды, 76,5, то есть прибавка 22,8, ну, конечно, это ни хера себе, ну, реально дохерище, еще раз расскажу, что я как-то думала, что пойду 14 килограмм рожать, вот, но учитывая, конечно, мои отеки, если представить, что, допустим, у меня бы их не было, то, наверное, я бы была, ну, типа 17, может, не знаю, 16, а это уже как бы, типа, обычно, в духе, в общем, не знаю, ну, посмотрим, сейчас как раз поеду рожу, на девки, и посмотрим, что там вообще, какая вода из меня выйдет, я не думаю, что она сразу выйдет, потому что молоко придет, гормоны, туда-сюда, ну, в любом случае, как бы, какая-то движуха, еще заметила, сейчас, можно сказать, две пары, тоже блогеров, блин, фамилия Кутовая, Кутовые, короче, я так поняла, что два молодых человека, ну, братья, близнецы, у них жены, девочки, и одна девочка родила мальчика, недавно, и другая, вот как раз четвертого родила девочку, и получается, что вот эта девочка и мальчик рожденный, вот как раз такой небольшой, недолгий период, да, они, получается, ну, брать с сестрой, получается двоюродные, ну, короче, милота невероятная, вот, я увидела, что они выставляли фотографии, до того, как родили, о том, что у них, типа, все началось, ну, типа, процесс запустился, держите за нас кулачки, я уверена, что они это выставляли, а на тот момент уже сами родили, мне так кажется, не знаю, хотела бы я так, но это, конечно, подогревает интерес, потому что я сама, постоянно заходила, ну, что, родила, нет, ну, короче, да, это такое, затягивает чужие роды, и узнать, рожает человек или нет, затягивают, ну, любопытно просто, у нас, я думаю, про то, что я рожаю, поехала рожать, ну, будут знать, типа, моя мама, потому что ей надо это знать, и она приедет за Вивой, ну, мама Славы, понятное дело, и то, возможно, мама Славы уже спит, то еще, да блин, и все, ну, мы никому, ну, и Настя, подруга, потому что она же и фотограф, конечно, если бы она не фотографировала, мы бы ей, конечно, не стали рассказывать, не потому что она там не близкий друг, а просто потому что, ну, в принципе, то есть ты как бы там братьям, не знаю, родным никому не рассказываешь, то есть понятное дело, по какой причине, потому что приятнее, конечно, честно скажу, мне кажется, такие новости сообщать уже, когда малыш родился, когда ты знаешь, что-то все хорошо, мистер Схваткин, чем больнее, тем лучше, у меня настроение просто офигенное, я еще голову помыла, она у меня такая, типа, не очень свежая, я еще думаю, типа, ну блин, не, ну, я знала, что я не останусь сегодня рожать, и она у меня как бы чистая была, ну, типа, не первой свежести, сейчас-то первой свежести, но пока я буду рожать сегодня ночью, она у меня опять станет не первой свежести, потому что я буду потеть, наверное, я очень-очень рада, хоть я еще не рожаю там, и я даже ни разу не видела палату в реале, которой мы будем потом после родовую, например, я не сомневаюсь, что мне понравится, да что сомневаться, ну, как бы в любом случае, это такое место престижное, отношение к тебе, конечно, такое тоже приятненькое, знаете, нет вот страха, что-то лишнее спросить, я сегодня пока на музее делали, я что хотела, то есть сдавала, ну, понятно, что, типа, как бы это нормальная практика, так и должно быть, но, знаете, всякое бывает, поэтому, у кого-то что-то спросишь, и на тебя так посмотрят, типа, лежите, я вам все скажу, то, что вам надо знать, я там на бумажке вам все покажу, ну, тут как бы люди, да, понятно, вот этот фактор человеческий, я голодная, лежать не поеду, сегодня нажор пробирает, прям жутко, прям жутко нажор пробирает, я думаю, что это тоже зняк, какая чудная девочка, интересно, сохранится это чудный макияж, до самого конца, как вы думаете, мне кажется, это как сходить в спортзал, самое интересное, что вы тоже все знаете, а я не знаю, обставляется по колонне, сижу и думаю, что вообще меня ждет в пири, иди, ну, это точно последний улог, наверное, перед родами, все еще проверить надо, знаете, как перед вылетом куда-то, ничего не забыть, это беру, это беру, это беру, это беру, это беру, это беру, у нас не так уж и много времени, вообще-то мы уже должны ехать в роддом, но мы же не можем не пожать, просто, в общем, я решила нарядиться в такое платье, хотя, вот знаете, как говорят, что не надо бояться приехать поздно в роддом, надо бояться приехать слишком рано, Потому что, блин, да, проваляться можно долго Кошка болит, душно, кошмар Вот это единственный минус, то, что я сейчас испытываю неприятное, это духоту Из плохого то, что я не спала, поэтому я думаю, что... Я даже не знаю, если честно, что там будет Мне кажется, у меня там нифига... Ну, получается, днём мы там были, у меня никакого раскрытия не было Может быть, оно, конечно, сейчас появилось, но... Честно, я даже не знаю, как это всё будет Всё равно говорю, что я всё ещё не верю, что, типа, это реально роды, что ли Продолжение кулинарного шоу на Рутюбе Ай, не так, ну... Мне кажется, уже все выпуски вышли, если честно Но в любом случае вы можете зайти на мой Рутюбчик Посмотреть, у нас там с мамой пухтинг выходил Так, распределяем колбасочку Хотя она, скорее всего, там хорошо вся распределялась, но всякий Не знаю, хорошо ли такое перед родами есть Там, наверное, нас их ждут Мы тут там нет жрём Я очень жду И предвкушаю Ну, наконец-то, аж целых 7 минут не было, схватит Я даже побрился полностью Даже тело? Не, конечно, нет, я именно про бороду, чтобы это... Она была супер гладкая Ну, конечно, хорошо, ты же будешь пухти поцеловать, но это... Я люблю, когда у тебя щетинка небольшая Конечно Это чтобы малышка не спугалась Она не спугается, у меня длинные волосы самой на голове Бурмалей какой-то к ней подходит, ее это обнимает Даже не знаю, что-то у нас, типа, еще, знаете... Я не знаю, как я себе представляла этот момент Но, наверное, это самый лучший вариант, как можно представить себе этот момент Когда у тебя начинают все легкие схватки дома У тебя есть 3-4 часа Ну, такие, типа, ты помылась, накрасилась Пряхану, холодная поджаршась Ну, как бы, знаете, нормальная такая тема Главное, приехать и реально родить А не так, что мы приехали такие все воодушевленные И потом в 2 часа ночи такие домой обратно поехали Ну, зато ехать недалеко Это плюс Ну, в смысле, недолго, 20 минут это вообще Ну, я не думаю, что мы домой сегодня вернемся Ой, я забыла выпечить Ну, это не важно Мои брода, это точно Не так жарко Все, все потнее Ну, что ж, мы уже, наконец, спустились в машину Уже можно было 5 раз приехать в роддом Ну, а что торопиться-то, да? Все сумочки собраны, все на готове Так что погнали Едем рожать Ну, наконец-то Да, девки, я не верю все еще Не верю Реально не верю Просто вот Просто не верю в эти все Короче говоря, нам ехать 17 минут Знаете, вот сейчас, если мы реально приедем и рожать будем Я не могу поверить, что до этого мы выбирали роддом Из тех соображений, типа, что рядом с домом Ну, типа, это настолько тупо Хотя, конечно, никогда не угадаешь и никогда не знаешь, когда ты поедешь рожать Ну, типа, это может произойти днем Не знаю, самый час пик в духе, знаете Когда там будет ехать просто Вот нам обычно с пробками полтора часа Представьте, что еще больше какой-то час пик Не знаю, типа, три часа Но все равно за три часа не родишь Вот, ну, что, блин Час только кушали Сидели, готовили Ну, типа В общем, не знаю, приедем Посмотрим Что скажут Я все еще не верю, что я рожаю Потому что Мне кажется, что Ну, типа, как-то слабенько все это начинается Ну, может, это сейчас так Как будто бы Типа не может так начинаться Такой важный момент Который боишься, типа, в духе знать Ну, что ты не боишься всю жизнь рода Это же так волнительно Это же точно будет больно А ну, так как-то Теси-пупси Трелевали Причем эти схваточки Они у меня уже весь день так-то Короче, не знаю Наверное, я еще вернусь в этом влоге Только если нам От нас реально отправят домой Но я сомневаюсь, что такое будет Но при этом не верю, что мы едем рожать Вот такое вот у меня чувство Необыкновенное Так что на этом я прощаюсь Спасибо, что смотрели этот влог Спасибо Ну, я уверена, что, конечно Я уже давно родила Вы все об этом знаете Уже все 500 тысяч раз поздравили Но, по крайней мере, можете посмотреть Каким вот я испытывала в тот момент У меня сейчас схватка началась И я очень им рада Потому что я думаю Ну, все, это точно-точно Так что все Мы поехали рожать Вот этого маленького Ладно, не очень маленького Малыша Всем пока